Привет, Леночка. Поздравляю со зрителями. Всем привет, солнце мои, дорогие мои, любимые мои, не ревнуй только. Те, кто слушает, обычно слушают меня. А тебя они только так смотрят. Я могу только поистерить, если надо, если зритель мне нравится, я буду по части. Я просто сильно задумалась, потому что мне тут одна знакомая сказала очень интересную вещь. Мы были с ней в кафе, у одного моего знакомого тоже. Ей очень кафе понравилось. Слушай, вы по части в такие рекламы ставите. Я в кафе не буду нажимать, оставлю. Жаль, у нас тут не включен, не слышно, что рекламируют. Красивые девушки это всегда премьерный остров, туристический остров. Что ты рекламируешь? Интервью Санни Дэвис, непонятно, что это такое. Я не знаю, какая это делать. Ладно, продолжаем. А почему тут же царское качество? А, ничего себе, 7 минут рекламу идет. Ну, правильно? Так ты посмотри, как они построили рекламу-то. Слушай, это, видимо, канал ее. Надо в магазине. ТВ, что-то какое-то странное название. Так, слушай, мы что-то увлеклись рекламой. Давай, это название. Вот, уважаемые маркетологи. Вот такие включают, мы будем даже скип нажимать. Так, 8 минут это перебор. Еще бы, если бы не понасли, как они там сидят и болтают в одетом виде и на креслах. Просто показывали бы красивых девушек в красивых видах. Кстати, я нормальная ориентация, ребят. Я не лесбиянка. Просто я люблю и уважаю красоту. А может нам тоже себя так показать? Может быть, зрителям нас понравится? Ты со мной разведешься, если я начну себя показывать в каком-то таком виде. Ой, чуть вывернулся с трудом прям. Я, конечно, могу начать рассказывать про Камасутру, про то, как женщине быть. Но у меня, кстати, это все есть на другом канале. Я там скоро начну зажигать, девушкам вставлять по полной. Правда, у меня почему-то процентов 80 просмотров на том канале. Это мужчины. Мужчины больше нравятся. То есть у меня в кадр не имеет смысла особо появляться. Хотя я сколько, 12 лет бодибилдингом занимался. Нет, понимаешь, в чем дело? Мужчинам нравится, что... У меня тоже есть на что посмотреть, если женщины не будут. Слушай, я там в приличном виде. Я не говорю, что не в приличном. Я говорю, что я тоже могу привлечь какую-то аудиторию. Мужчинам нравится то, что я там говорю для девушек. И они надеются, что, видимо, встретят все-таки когда-нибудь такую девушку, которая будет рассуждать так же. Ну, у меня просто другого пока... Я не понимаю, почему меня могут смотреть мужчины, да еще постоянно. Я в приличном одетом виде. Причем даже в очень одетом виде. Когда-нибудь я, может, конечно, и дойду до того, чтобы быть в полураздетом виде. Нет, я думаю, что мы не будем. Не, ну полураздетый вид, это, знаешь, там глубокое декольте, какая-нибудь сексуальная кофточка. Кстати, на Алиэкспресс даже есть категория одежды, которая вполне нормальная, приличная. Но они специально делают по запросу ее, типа, сексуальная офисная одежда, там еще чего-то. То есть, типа, есть спрос, вот они и на этот спрос. Кстати, ребят, никогда ничего не покупайте на Алиэкспресс, если там якобы какие-то распродажи. Это я вам могу сказать не только читая все это, но и из личного опыта. Потому что я буквально за день до их текущей распродажи, кибер-понедельник, который длится у них тоже сколько-то дней, заказала антицарапки и какие-то еще пару зоотоваров. Но я заказала их по цене дешевле, чем у них стала цена сразу во время распродажи, когда якобы 50, 70, 30 процентов скидки. То есть сейчас все реально стало дороже стой. Так что не заказывайте. Китайцы, они, в отличие от наших, совсем оборстели. Вот, любые-то русские, любые-то шалявые. Наши тоже, я думаю, скоро до такого докатятся. Нет, ну у нас уже есть такое, что повышают цену специально, делают скидки, но они, как правило, хотя бы чуть-чуть сбавляют. Просто скидка не совсем та скидка, которую обещают. А вот на Алиэкспресс именно часто бывает, что они цену поднимают так, что даже со скидкой эта цена становится дороже, чем будет даже после того, как эта распродажа закончится. То есть это вот у них специфика их бизнеса такая забавная. Но как ни странно, раз они это устраивают постоянно, значит спрос есть. Так что, такие вот делишки, ребята, интересные. Да, просто у меня тут одна знакомая писала, которая хотела как раз кафешку раскручивать, не имея опыта, кучу какой-то фигни мне написала, вот, так далее, что будет вести сама переговоры, составила список. Я говорю, ну я тебя могу с директором свести, но только ты мне скажи, как я тебе должна позиционировать, потому что иначе вы начнут относиться ко мне несерьезно, если я буду встречу в Страве с абсолютно любыми людьми. Вот, но толком я не получила никакого ответа. Но при этом там папа девушки, которой скоро 40 лет будет, посоветовал мне связываться с хатчиками. Так, типа они хотят всё бесплатно и по-быстрому. Меня это так, блин, побило, ну потому что, ребят, какие вы нафиг безмесьмены, что вы можете сделать в работе, да, если вы прислушиваетесь к мнению людей, которые вообще не в курсе всей ситуации, вот просто они сделали свой вывод и всё. То есть к родителям надо прислушиваться, но в плане работы иногда надо ещё иметь своё мнение, потому что работа-то ваша, образно говоря, а не родители. И родители всегда смотрят с точки безопасности вас. Вот, хотя родители есть разные. Я встречала таких родителей, которые сразу хотят, чтобы у ребёнка ничего не сложилось, потому что если ребёнок будет успешным, значит он будет более независимым и более реже будет прислушиваться к родителям. И вот многие, вот понимаешь, им надо, чтобы прям от них зависели все и вся. Вот, и плюс, я вот когда эту фразу услышала, а хатчики меня прям добило. Это вот раньше называли... Это стереотипы называются. Называли людей каких-то непонятных национальностей или непонятно чего. Я даже не знаю, что это сказать, потому что люди есть разные. Есть азербайджанцы, есть грузиии. Да в каждой нации есть хорошие люди. Да, есть в каждой нации хорошие и плохие люди. И я, кстати, ни разу не сталкивалась с тем, что в моём окружении кто-то называл кого-то хатчиками. Вот реально. Либо мне очень сильно... Чёрт, я нас к нему не вернул. Вот опять маленький. Вот опять маленький. Обратите скорее. Ты всегда маленький, но тебе очень-очень опасно. Слушай, что это вообще означает хатчики? Я знаю, Лен. Я что, националист, что ли? Это люди, которые в этом разбираются. Не, просто кто-то говорит... Кто говорил, тот и кто-то спрашивал. Нет, я так понимаю, это типа раньше говорили не русские. А как бы, ребят, извините меня, пожалуйста, но в России даже живёт куча не совсем русских, не совсем славянных. И даже мы зачастую являемся не совсем славянами, если порыться в нашем генеалогическом дереве, у кого было татарско-монгольское иго, и кого только не намешано у нас в генетическом нашем дереве. Другое дело, что это, как правило, те, кто... Я даже не знаю, как это сказать. Я реально встречала людей всех национальностей, ну, большинство всех национальностей в России, которые были и хорошие, и плохие. Причём чаще хороших. Да, то есть у меня есть очень хорошие друзья азербайджанца, которые, может быть, с кем-то они действительно плохие, как бы их можно так назвать, да, но если ты уважительно к ним относишься и ведёшь себя нормально, то и к тебе будет такое же отношение. Мне кажется, любой человек будет относиться к другому человеку, как ты к нему относишься. Ну, не всегда будут такие плохие люди, которым ты хорошо, а они тебе только говно делают. Знаешь, ну, такие люди, как правило, у них репутация бежит намного-намного впереди них. Вот, поэтому тут как ни крути. Но, ребят, если вы не зная человека... Да, не стоит лишь по внешнему виду, по паспорту, какой у него национальность, следить об этом, что вот он плохой человек или хороший. Не надо, это неправильно. Да, и, скорее всего, закончится всё тем, что вы останетесь всё разбитого корыта, у вас особо друзей не будет, либо будут какие-то придурки, которые вас... Да нет, просто к людям притягиваются люди, похожие на них. И если вы будете рассуждать так же, всё закончится тем, что у вас якобы будут друзья, но как только у вас что-то случится в жизни, и вам понадобится помощь, эти друзья испарятся, потому что, как правило, ну, абсолютно душевные, совестные люди, которые готовы себе там рубашку снять и помочь друзьям, они, как правило, с таким-то не общаются, потому что им нахрен не нужны такие придурки. Поэтому не делайте выводы о людях, потому что люди могут начать делать выводы о вас. Если вы не хотите, то и не надо вам этим грешить. Кстати, это особо касается молодых людей, потому что у них ещё чувство максимализма есть, очень мало жизненного опыта, и вот они начитаются о чём-то, и вот начинают. Те же мусульмане, например, многие их не любят, они есть очень хорошие люди. Да и вообще мусульманство, если классическое в чистом виде брать, достаточно хорошая религия. Другое дело, что у нас её ни хрена никто не знает в классическом виде из не мусульман, да даже мусульмане зачастую тоже не знают, о чём учат их религия. Так же, как у нас сейчас очень многие христиане не знают, о чём учат реально христианство. Вот. Так что, вот, если вы не согласны со мной, просто напишите, когда вы последний раз Библию читали, и вообще вы помните хоть одну молитву. Вот. И зачем вообще, например, пост нужен? Потому что скоро у нас начнется, например, очень такой жёсткий пост. Так что это... У меня, кстати, сегодня разговор был с моими соседками. Они там, на Кристины. Оказывается, у нас сейчас какой-то закон принят с эпархией. Я уж не знаю, по нашей этой области или по общей российской. Напишите, ребят, если кто-то сталкивался в последний год буквально с этим, что якобы, если ты крёстным выбран, либо ты там будешь свидетелем при брачной церемонии и прочее, ты должен теперь проходить собеседование со священнослужителем. Тебя должна одобрять церковь на всё это. Ты должен обязательно пройти причастие, ещё какие-то деньги куда-то пожертвовать, что-то там им купить, причём самой церкви. То есть я сегодня, когда это слушала, всю эту фигню, когда там это ещё на собеседовании какие-то вопросы задают священнослужители, для меня это была дикость полная, потому что это вроде бы как вся эта вера, она должна быть в душе. Нет, ну человек должен знать, что верит. Должны какие-то правила, особенность быть крёстным, какие-то обязанности. Ничего же не знают люди. Да, но если родитель выбирает каких-то крёстных, то, наверное, он должен сказать этим крёстным. Это проверяют, что ты знаешь. Слушай, зачастую сами священнослужители не в курсе вообще, зачем крёстные нужны. Слушай, ну я вообще-то крёстные как бы проходила и как бы действительно общалась. Реально, они сами не в курсе. Вот как бы надо и надо. Вот, и пристают к тебе с чем-то там. То есть, как бы все забывают, зачем вообще крёстные нужны. Кстати, ребят, вы, наверное, тоже не в курсе, зачем нужны крёстные. Я вам раскрою страшную тайну, что крёстные... Нет, нет, крёстные, к сожалению. Знаешь, вообще-то тебя бы не покрестили, если бы у тебя не было крёстных. Ну, потому что это нельзя. Почему я не знаю, кто моя крёстная? Другое дело, что тебе, скорее всего, родители не сообщили или кого-то призвали быть крёстным, а тут кто-то куда-то испарился или сам, вот как ты говоришь, не знает, зачем это надо. Вообще быть крёстным, это очень ответственное дело, потому что ты должен понимать, что если с родителями ребёнка что-то случается, ты становишься вторым родителем ребёнка. И вообще вот в нашем крестьянстве это было именно так. То есть ребёнка не передавали там в опекунство, в детдома или прочее. Ответственность за него брали крёстный и воспитывали. Поэтому у нас во всех сказках, рассказах старых, там, старской России и прочее, там всегда крёстным придавалось так много значения, что они там помогали своим крёстным детям, ещё что-то. Сейчас просто многие об этом не знают, и они ответственности не понимают, что они, в общем-то, становятся ответственными за ребёнка. Нельзя просто так стать крёстным, а потом бабаха и исчезнуть. Кстати, я знаю своего крёстного, но мои крёстные не понимают. У моих родителей-то и выбора особо не было, потому что они у меня служили в то время, и знакомых просто как бы не было никого. Поэтому звали, так сказать, тех, кто был рядом. Но с другой стороны дело, что вы можете всегда отказаться. Плюс крёстный, ко всем прочим, кроме того, что он становится старым родителем, он ответственен за, как сказать, душевное воспитание ребёнка. То есть если родитель вроде бы воспитанность воспитывает и прочее, то крёстный должен научить ребёнка правильно жить в тех моментах, по которым родитель не может разговаривать, стесняется. Например, как строить отношения в дальнейшем, как общаться с мальчиками, с девочками, давать какие-то советы по жизни. То есть быть, в общем-то, каким-то таким сторонним человеком, но при этом родным, с которым и ребёнку поговорить не страшно и не стеснительно, и тебе, в общем-то. Другое дело, что у нас никто ничего об этом не знает. Вот они думают, что если крёстный, значит, подарки будешь дарить своим крестникам. Это ужасно, отвратительно. Но собеседование священнослужителей – это нечто. Так вот, там, короче, надо ещё получить какое-то благословение от этого священнослужителя, прежде чем пройти всю вот эту процедуру. И у меня стояли в церкви вот эти соседки, они говорят, мы уже раз 15 обращались к батюшке, что, типа, ну давайте вы нам дайте благословение, и мы пойдём. Он всё мимо них проходил, проходил на всяких службах, проходил, так они часа два простояли, потом другая знакомая проходила мимо, говорит, а вы дайте ему 50 рублей тихо в карман суньте, он вам сразу всё благословит. Вот. Ну и вот так и они подошли, эти 50 рублей ему сунули, он сразу так, типа, всё, вы утверждены, всё, идите, идите, приходите на Кристины. Ну, ребят, ну это не церковь, это вообще чёрти что, это даже не вера, я не знаю, как это назвать. И, к сожалению, таких очень много, я вот, я ничего не имею против веры, я её уважаю, вера должна быть в душе. Но, честно, я в церкви не хожу, потому что я не хочу сталкиваться вот с такой всей вот ситуацией, потому что есть священнослужители, там есть много, которые очень хорошие люди, которые действительно, как сказать, пришли от Бога, они понимают, что они делают. Я знаю такие церкви, то есть вот заходишь и не хочешь оттуда уходить, там все очень душевные люди. Это, как правило, в маленьких вот тавильонах, маленьких, где у меня... Почему? Даже в нашем городе есть. Нет, не скажи. А обычно русские люди ходят в церковь, когда что-то случается, когда у них что-то плохое, я не знаю, может, мы живём в таком доме, что у нас тут зачастую... Есть же поговорка, гром не грянет, мужик не перекрестится. Я вполне согласен. Ты просто с нашими соседями не общаешься, в основном поддерживаю отношения я. И я прекрасно знаю, что у нас ходит церковь раз в месяц, там, на всякие причастия и так далее, то есть как-то верующие люди достаточно. И они знают даже, кстати, у них записанные книжки есть, кто хорошие священнослужители, кто берут деньги за всё, кому стоит обращаться в разных ситуациях. Так что, если нам понадобится... Я даже не знаю... Слушай, чем отличается поп от священнослужителей? Я не знаток. Я помнила раньше, давным-давно, но как-то не особо сейчас уже помню. Ужас. Да. Так что, ну, лучше вообще про церковь ничего не говорить, потому что сейчас у нас существует закон оскорбления, как сказать там, оскорбления религиозных чувств верующих, ещё что-то. Кстати, очень спорный закон, но не в плане меня, например. Я знаю, что в новостях священнослужители выходили, забастовку устраивали в каком-то городе с плакатами, что чувство верующих оскорбить нельзя, потому что они верят, они знают, во что они верят, им пофиг на всех остальных. Может быть, это и верно, потому что, ребят, если вы что-то решили для себя, ну, как кто-то может вас от этого увести в сторону. То есть, такой надо иметь слабую волю, а у верующих, как правило, она достаточно сильная. Вот. Так что тут это... Я сейчас задам для прикола вопрос, а кто такие хатчики, реально? Вот мне просто интересно, который человек так сказал, перевел слова своего отца. Не ввели в угол, посмотри, что он ответит. Нет, понимаешь, я понимаю, что подразумевалось под этим. Я просто, понимаешь, человек не ожидает такого вопроса. Поэтому мне вот интересно, что ответит сам человек. Она вообще поймет, подумает своей башкой, или вот она начнет опять оперировать на своего отца. Они обычно доверяют очень родителям это мнение. Знаешь, ну, не в 36 лет. 36 лет это уже перебор, когда у тебя нет своего мнения, и когда ты... Как бы она-то видела этого человека, и общалась, и до этого не считала. А отец сказал только-только, просто, и всё. То есть я даже не знаю, что сказать. Я даже не знаю, как общаться с такими людьми, если честно. Потому что сказать им прямым текстом, что вы должны иметь своё всё-таки мнение, это значит обидеть их и, скорее всего, перестать общаться с человеком. Но при этом не сказать, как бы, получается, ты им как бы... Ну, может, у них плохой опыт какой-то был в молодости общение с хальчиками, что-то там украли, избили, узнать действительно. Слушай, ну, извини меня, русские... Ну, конечно, нельзя всех подругой милка. Такие тоже бывают. Да, бывают. У нас соседи русские бросили свою мать, бабушку, оставили её на произвол судьбы, отрезали ей газ, воду и вообще приезжали только раз в неделю её кормить. Пенсию забрать. Да, и они признали её недееспособной, пенсию полностью её забирали. Она зимой и летом ходила в пальто, вот её мы видели в окно, её ходили и кормили соседи вообще. То есть о чём тут вообще говорить? Это были чисто русские славяне, у них там вообще никого не примешано. Так ещё хуже. Там кто-то работал в милиции даже в своё время. Что-то Ника пришла, мне загораживает экран. Ну, она подумала, что мы ссоримся. А, ты слишком эмоционально разговариваешь? Ну, понимаешь, когда я вот такое слышу, то есть своих родителей, извините меня, какие бы они плохие, по вашему мнению, не были, их бросать нигде. Они, по крайней мере, дали жизнь вам. То есть вы, если не хотите общаться со своими родителями, ребят, ну, у нас сейчас есть пансионаты всякие разные для старых людей. Это, кстати, стоит не так уж дорого. Особенно ей, ну, всегда можно найти выход из ситуации. Вот у меня, насколько я знаю, одна из знакомых, ну, она просто переехала по работе в другой город, а так как со старым родственником она не могла находиться, невыносимо, как она говорила, жить с ним. Ну, она нашла там каких-то девочек, которые просто жили с ней. То есть девочки якобы не платили за аренду, но у них ходила обязанность ухаживать за этим престарелым родственником. Она им доплачивала еще зарплату за вот эти нюансы. Причем это было гораздо-гораздо дешевле, чем любые пансионаты. Ну, она просто не очень состоятельный человек. То есть у них была прибыль, что они аренду не платили, потому что им жить негде было. И жизнь, в общем-то, сама себе принадлежала, но просто были дополнительные обязанности. И всегда можно найти выход. Самое простое – это просто пенять на судьбу и говорить, что ничего не получается, что вот эти вокруг меня хачики, кто-то что-то не дает мне и так далее, и так далее. Да, это самое простое. Самое сложное – это взять руки в ноги и что-то начать делать. Даже если вы сидите на диване, всегда, если вы сейчас смотрите нас, то у вас есть компьютер с выходом в интернет, всегда можно найти ту же работу, можно найти тоже общение, можно найти людей по своим интересам. То есть всегда все можно. Самое легкое – себя оправдать. И не только себя. Я в топ вышел. Правда, только слабый. 25 тысяч. Слушай, мне так доставили. Вот мне сейчас пишут в ВКонтакте, постоянно в Скайпе, везде. Вот как я на канал на Ютюбе, видимо, завела. Там находят мои профили и прочее. Типа, предлагаем вам там крутой супер-мупер-бизнес. В итоге оказывается, что это обычный сетевой бизнес. Я, кстати, ничего не имею против сетевой бизнеса. Это определенный вид деятельности. Типа, дополнительный доход, заработки и так далее. Я сейчас просто отвечаю, уже хохочу. Я говорю, слушайте, мне бы время, мне бы со своей работой разобраться, потому что у меня работы дофига. Мне бы желаний и время. У тебя не заставляет никто отвечать. Будет время, ответишь. Ну, ты понимаешь, я так воспитана, что я людям... Сейчас нужно отвечать. Нет, ну, если мне ответишь, они от тебя не отстанут. Они еще, а я же буду писать. Ну, это, понимаешь... Ну, пиши, отвечу, как будет время. Нет, ну, им интересно. Я раньше так отвечала. Поверь, они будут это постоянно тебе писать, через месяц и так далее. Потому что если ты начинаешь работать в каких-то их компаниях, по-любым, у них по партнерской вот этой аффилированной сети выходит, что они получают какой-то процент от твоей активности. Им выгодно это. Поэтому, извини меня, это их работа писать и кого-то вовлекать. Другое дело, что... Вот, кстати, я сейчас стала говорить, что, извините, мне не нужен доход. Мне бы за своим справиться. Все, сразу отстают. Потому что они понимают, что я совершенно не их целевая. Неадекватная такая. Да, да, да. Потому что, видимо, это такая непривычная отговорка для всех. Ну, ребят, я трудоголик. Я никогда не сижу без работы. У меня никогда такого не было, что не было работы. Я всегда знаю, где ее найти. А если не знаю, то я буду искать, где ее найти. Я обязательно ее найду. Ну, вот такой характер у меня. Ну, извини, так папа с мамой меня воспитали. Подлежащий камень вода не течет. Вот, если хочешь, как сказать, бутер с икоркой, с маслицем, будь любезен на него заработать. Ну, и в конце концов, у меня есть животное, а, извините, им ты никогда не объяснишь, почему кушать нечего. Ну, вот. Хочешь, не хочешь, будь любезен, как я смеюсь, детей корми. Так, двое камняка в петлю заехалка. Массы не хватило. Не хватило длины. Не хватило массы, да. Длины не хватило. Не хватило. Кучу, кучу. Чуть-чуть не хватает. А, хотя вот хватило. Придется ему ешечку нажимать и выезжать. Ешечка, ешечка, ешечка стапошечка. Ух, 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 ух. Меня что-то на частушки сегодня прям ведет. Мне прям хочется попить частушки. Надо посмотреть, для интереса хоть одну частушечку. А то я вообще ни одной не знаю. Вот. Так что было бы замечательно. Что-нибудь такое изучить. Изучить, изучить, изучить. Изучить. Кстати, ребят, как вы устроили Новый год? Да, я говорю это в конце февраля. Серьезно. Потому что вчера у нас был Восточный Новый год. Самый настоящий. То есть петух действительно вступил в свои права. О, черт. По-настоящему. Немножко не писалось. И я этому очень рада. Потому что год обезьян что-то мне не нравился. Обезьяны вообще какие-то своеобразные люди зачастую. Поэтому как бы... Не аккуратно проехал. Надо было скорее не отпустить его. И внимательно выбрать траекторию. Ну, крайне сочи, можно было с Ешкой. Ну, бывает, бывает. Ну, короче, правило такое новое открыл. Когда вокруг слишком много... Ты закольцевал кого-то большого, и вокруг слишком много мелких. Лучше как бы не тратить время нажать Ешечку, уехать. И найти других, кого закольцевали. Потому что опасно, можно зажаться. Ну, неправильно чуть-чуть траекторию выбрались. Поэтому на будущее буду знать. Значит, хорошо. Ай, чёрт! Ну, вообще, я сегодня плохо играю, походу. Бедняжка. Ну, я видел, что он туда поедет. А чё я как плохо уверен? Думай, думай, думай. Не, ну, плохо играю сегодня. Ну, чё тут думать-то? Не в форме. Форма-то вещь такая. Ну, может, не разыгрался. Специфическая. Она то есть, то нет. Ну, вот, реально плохо играю. Ладно, буду прощаться со зрителем, потому что у меня сегодня совершенно не в форме. Всем пока!